Ну а председатель Межейса Арифатага Чубаров уже с нами на связи. Дабр Керес, селям алейкум. Арифатага, услышали Сергея Цекова, который говорит, что это никакие не российские войска, это просто местная самоборона. Насколько тогда было понимание, вот мы тогда начали говорить до того, как связь прервалась, что это были российские войска, потому что нас тогда дурили местные эти русские шовинисты о том, что якобы они там собрали самобороны. Были ли силы, было ли оружие и была ли возможность собрать у них вот такие отряды, если не Россия? Не, ну для всех было очевидно, что это российские войска и то, что говорили Цекови и ему подобное, они просто как попки повторяли то, что им вкладывало ФСБ. Все крымские пророссийские политики буквально с первых минут российского вторжения были под абсолютной опекой российских спецслужб. К каждому из них были представлены их кураторы, особенно к руководству Верховной Рады Крыма и его близкому окружению. Но никого не могли вести заблуждение эти утверждения о том, что, мол, это какие-то люди самообороны, они вышли защищать общественный порядок. Сотни КАМАЗов, БТРов, стрелковое оружие самое современное, но оно в военторге не покупается. Бандиты во главе с самым главным их вожаком Путином придумали версию, которую с их точки зрения, на которой должны были покупаться и международное сообщество, и сами россияне, и люди в Крыму. Но это было настолько цинично, грязно, и все понимали о том, что Россия вторгается в Крым оружием и ложью. Мы помним, 28 февраля прилетел в Симферополь Петро Порошенко, на то время народный депутат, еще не был президентом, он попытался, я вот помню, тогда общался с ним, он со своими помощниками подошел к Верховной Раде Крыма и попытался пообщаться на то время с спикером Крымского парламента Константиновым, но его просто не допустили. И давайте можем послушать Порошенко, который рассказывает, для чего он приехал, и продолжим. Реакция будет, а вот такой, какова она будет, зависит от итогов и успехов моих переговоров. Сегодня это была моя инициатива, я договорился с председателем Верховной Рады Украины Турчиновым, сегодня я официально уполномочен Верховной Радой Украины на проведение этих переговоров. Если переговоры состоятся, если они будут успешными, я со своей стороны обещаю, что сделаю максимум возможного для того, чтобы мирный процесс в Крыму получил свое развитие. Рифатога, были ли тогда шансы сохранить Крым в составе Украины путем переговоров с Константиновыми и ему подобными? Ну, я еще раз хочу сказать, что начиная с первых минут вторжения российских войск Крым, все пророссийские политики, особенно руководство Верховного Совета Крыма, были под абсолютным контролем ФСБшников и других спецслужб России. И поэтому уже какие-то надежды на то, что путем переговоров удастся найти какие-то решения, которые предотвратят напряжение, эскалацию военного вторжения в Россию, это уже тогда было наивно. Мы тоже, как Меджизм Крымского народа, призывали Верховную Раду именно в тот день, я помню, чтобы немедленно создали депутатскую делегацию, выехали в Киев или приняли киевских коллег в Симперополе. Да, мы еще обращались в Верховную Раду Украины, чтобы срочно приехала делегация, полномоченная Верховной Радой Украины. Уже был запущен военный механизм захвата Крыма. Если он не мог быть остановлен, то он мог быть остановлен в результате решительных действий СБУ, если бы она в абсолютном своем большинстве не перешла бы на сторону российского врага. Эта эскалация могла быть остановлена специальными, натренированными частями вооруженных сил Украины, которые размещались в Пионерском, в Золдаче, в других местах. Но некому было из Киева запустить этот механизм. Ифатаха, если говорить о Киеве, это другое. Я бы хотела спросить следующее. А что касается стран-подписантов Будапештского меморандума, почему, когда началась активная фаза оккупации Крыма, не было должной реакции от стран, которые гарантировали Украине ее территориальную целостность? Слушайте, давайте я вам еще раз повторю то, что я говорю на каждой передаче. Никто не защищает того, кто не хочет сам защищаться. Эта истина должна быть теперь уже очевидна для всех в Украине. Это первое. Второе. Не было такого понимания среди стран не только подписантов Будапештского меморандума, но и среди ведущих стран, которые не присоединялись к Будапештскому меморандуму Европейского Союза. Скажем, Франции. Я помню мое первое посещение Министерства иностранных дел Франции в июне 2014 года. Я выезжал в Париж на несколько дней и было такое очень достаточно представительное мероприятие неоткрытого характера Министерства иностранных дел Франции. И главный тезис, который я услышал о том, что западные страны не были готовы к такого рода развитию событий со стороны России. Они не успевали за каждым из движений России. Проще говоря, они просто не захотели выполнять свои обязательства в условиях, когда Украина тоже сама не предпринимала таковых действий. И еще следующее хотели у вас спросить. Сегодня мы читали заявление от имени Меджлиса относительно ситуации, которая произошла с гибелью турецких военных в сирийской провинции Итлиб. Итлиб, как вы оцениваете эти события там и как это повлияет на турецко-российские отношения? И украинские. Ну и украинские, естественно. То, что мир, международное сообщество не смогло остановить Россию в ее агрессии против своих соседей в 2014 году, то, что международное сообщество в течение шести лет не смогло заставить Россию возвратиться в рамки международного права и освободить Крым, все это говорит о том, что Россия получила новые возможности для дальнейших своих агрессий. И сегодня ни для кого не секрет, что Крымский полуостров превратился в такую базу военно-морскую, откуда Россия осуществляет свои военные действия в Сирии, поддерживая диктаторский режим осада Башара. И это все делается для того, чтобы контролировать Сирию как одну из ключевых территорий Ближнего Востока. И уже не говоря о месторасположении нефти и других ископаемых. То есть Россия сейчас как раз демонстрирует всему миру о том, что она не остановится в своих планах по отношению к ближним и дальним государствам. И поэтому то, что вчера случилось в Турции, когда объединенные силы, воздушные силы Сирии и России, они атаковали конвой турецкой армии и было убито, как мы сегодня знаем, 33 солдата и десятки ранены. Есть жертвы среди мирных населений. Это все говорит о том, что любые формы соглашений с Россией, а мы знаем, что в этом году, уже в этом году, в прошлом году, турецкое правительство заключало определенные соглашения с Россией, они не стоят даже цены тех чернил, которыми эти договора подписываются. Россия всегда будет реализовывать свои интересы путем вооруженной силы и насилия. И мир должен наконец-то открыть на это глаза и заставить Россию исключить подобные действия из своего арсенала.